В 1982 году мировое научное сообщество было взбудоражено открытием в окрестностях города Якутска стоянки древнего человека, представленной обломками галек архаичной формы, практически идентичной артефактам алдувейской культуры, древнейшей из известных стоянок Восточной Африки возрастом более полутора миллионов лет. Эта стоянка расположена на высокой террасе на правом берегу реки Лены, рядом с ручьем Дирин-Юрях, и была именована стоянкой Дирин. Открыта она была случайно геологами. Тогда, в 1982 году, закладывая на этой высокой террасе шурфы, они наткнулись на древнее захоронение. Прибывшие сюда археологи обнаружили целый коллективный могильник с сопроводительным инвентарем, каменными ножами с костяными рукоятками, украшения. Выяснилось, что данный могильник относится к эпохе позднего неолита, то есть возраст находки составляет около 4000 лет. Но когда на этом месте начались масштабные раскопки, стали обнаруживаться крупные галечные скопления, в центре которых располагался валун, а вокруг находились расколотые гальки. Такие скопления характерны для очень раннего этапа развития человечества, когда оно только пыталось делать первые орудия труда – чоперы, скребла, отбойники. По архаичному виду этих орудий и по сходству с находками на африканском континенте, первоначально они были датированы возрастом около полутора миллионов лет. Однако позже результаты независимой экспертизы сократили это предположение до 370 тысяч лет. Впрочем, споры о реальном возрасте стоянки Дирин-Юрях продолжаются до сих пор. Осталось множество вопросов строения, возраста, террасы и отложений, где обнаружены артефакты. За последние 30-40 лет, прошедших после открытия стоянки Дирин, появились новые и более точные методы и оборудование для определения абсолютного возраста горных пород. В связи с этим была и организована данная экспедиция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основной целью экспедиции является уточнение геологического строения стоянки и окружающей территории, отбор образцов для определения абсолютного возраста с помощью современного оптико-илюминесцентного метода. Кроме того, было решено выполнить детальную аэрофотосъемку стоянки с использованием квадрокоптера, а также провести геофизическое зондирование для обследования внутренней структуры отложений и возможного обнаружения дополнительных объектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная экспедиция не преследует целью выполнения больших раскопок. Отбор образцов для анализа проводится путем зачисток тенок старых горных выработок, траншей и раскопов, выполненных археологами в 1980-е годы. Поскольку я являюсь представителем Арктического научно-исследовательского центра, который является правообладателем материалов Деринкверяха, то есть раскопочные работы проводили наши сотрудники 20 лет назад, конечно, то есть мы являемся правоприемниками этих раскопок, и мы прибыли сюда в качестве проводника и гида, чтобы показать, где какие разрезы находятся, где какие раскопки производились. Вот такая у нас почетная миссия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы Григорием Ивановичем занимаемся аэрофотосъемкой квадрокоптера в местности Деринкверях и всей этой стоянке. Снимает орто привязанные снимки, что потом мы можем редактировать в картографических программных обеспечениях и получать карты. И наша цель этой работы заключается в создании цифровой модели рельефа этой местности, то есть всего этого комплекса Деринкверях, охватывая пойму реки Лены и еще вот эта вот долина самой речки Деринкверях. И в конце мы должны получить цифровую модель рельефа. Органику в земле мы плохо видим. Мы видим именно те вещи, которые рядом находятся. Может быть там орудия какие-нибудь или украшения. Или они там плиткой вылаживали могилу плиточными материалами. Или пустоты какие-нибудь. Мы делаем электротомографию. Значит сейчас мы разложили две косы справа-слева от прибора, подключили 64 электрода. Все эти электроды будут использоваться в качестве питающих и приемных. Через них будет пропускаться ток. И мы будем измерять удельное электрическое сопротивление горных пород. Потом в зависимости от значения удельного электрического сопротивления мы будем судить о том, какие это породы и в каком состоянии они находятся. Вот здесь вот на нашем приборе, скала 64 на экранчике, мы сразу будем видеть цветной разрез и предварительные результаты. Вот все породы у нас имеют разное значение удельного сопротивления. Вот в зависимости от количества влаги в породах, от того, в каком они состоянии, в талом или в мерзлом, от количества глинистых частиц. И вообще все породы, они либо способны проводить ток, либо не способны проводить ток. Сейчас мы проводим площадную съемку на данном участке. Это примерно участок будет 20 на 64 метра. Почему 64? Потому что так же будет сделана томография. В томографии каждый между электродами будет 1 метр. Поэтому одна раскладка на 64 электрода будет 64 метра. Для этого предварительно мы георадарами проводим, тремя георадарами, это низкочастотные, как сейчас вот видели, это 100 МГц. Так же есть 150 и 250 МГц. С основной целью определения локализации диапиров. То есть здесь где-то коренные породы заложены на 5 метров, есть жилы песка и так же есть красный песок. И на этой площадке нужно определить их структуру, как они расположены, где расположен у нас сезонный мерзлый слой, где расположены коренники. Я изучаю ветрограники. Ветрограники это камни, которые подверглись ветровой обработке с песком. В результате чего у камня появляются вот такие вот ребра и грани. Ветрограники являются свидетельством того, что эта местность раньше представляла собой открытую каменистую пустыню. И эти камни подверглись ветровой и оловой обработке. В результате чего как раз таки на ветрограниках, на камнях наблюдается вот такой вот пустынный загар и такие вот ребра. Ветрограники, они имеют различный разный минералогический состав. Также на гранях можно наблюдать различные ямки, на других можно наблюдать канавки, выемки, поры и так далее. Мы здесь вот сейчас находимся с нашим отрядом на очень интересном обнажении. И здесь как раз вот разрез, который иллюстрирует, как эта терраса формировалась, эволюционировала. И в разрезе представлено несколько типов отложений. Вот эта вот пачка, которая лежит в нижней части, разреза, собственно, она называется здесь Мавринская свита. Больше 50 лет идет в науке спор. Одни говорят, это речные отложения, другие озерные. Третьи говорят, это вообще не имеют к водной среде никакого отношения. Распознавание генезиса, вот казалось бы, каких-то тут не очень невзрачных таких отложений, оно влияет вообще на представление палеогеографии всей Центральной Якутии и вообще всей Якутии возможностей. Особенность этого метода заключается в том, что он дает возможность выявить, так сказать, время формирования отложений, не опираясь на органические материалы, что до этого, допустим, нам давал радиоглерод. Мы имеем возможность датировать там песчаные субесчаные отложения в пределах до полумиллиона. Значит, ну для того, чтобы, так сказать, опробовать методику на российских материалах, мы посчитали, что одним из самых удачных объектов будет, ну, из наиболее известных, знаменитая стоянка, сложная, сложная стратеграфия достаточно, в Якутии Дерин Кюрях. То есть здесь особенность заключается в том, что есть возможность, значит, оценить и продатировать очень сложные отложения и, наконец-то, вот решить определенные вопросы длительной дискуссии, которые есть в отношении генезиса этих отложений. И тут же, значит, есть возможность пробовать оценить, что же за уникальные артефакты выявлены на территории Якутии. Сложность состояла в том, что пробы для оптико-иллюминесцентного анализа нужно было брать в абсолютной темноте. Но стояли белые ночи, и приходилось ожидать то короткое время, когда солнце совсем закатится за горизонт, но и затем укрываться плотным тентом, чтобы защитить образец от лишнего света. Таким ключевым, значит, знаком ОСЛ-щика является вот этот вот фонарик с инфракрасным излучением. То есть мы можем вот красный свет иметь в темноте. Это очень важный элемент. То есть кто у себя, так сказать, на голове носит этот фонарик, тем самым показывает, что я представитель... Да, даже есть числы. Да, ОСЛ-лаборатории. Несколько процентов. Похещение в цель, да? Статус. Я делегировала. Да, ну хорошо. Отбираем пробу. Я думаю, что он справится, да. Отбираем пробу в такой вот тубус. Давайте сначала... Отщищаем площадку 6 сантиметров этого песка и туда вот это вот в такой... В кармешной темноте. И потом все это запечатываем всеми возможными средствами. Это вот фольга такая. Кухон. Все идет в пользу. А это вот канализационная труба. Такие вот передовые условия. Нанотехнологии. Так, только один раз нажмешь, чтобы красный... Все. Скажи, чтобы не было никаких отверстий. То, что в дальнейшем отправится в лабораторию, пройдет этап пробообработки. И, соответственно, в дальнейшем через погружение в Эйдер мы узнаем... С помощью программного обеспечения мы узнаем результат, соответственно, дату этих отложений, возраста этих отложений. За то короткое время, которое мы находились на стоянке дивинг, нам удалось выполнить все запланированные работы. В том числе отобрать 15 проб на оптико-илюминесцентный анализ, несмотря на белые ночи. Изучая сложные разрезы дивинга, мы обнаружили новые любопытные факты и теперь ждем с нетерпением результатов аналитических работ. Продолжение следует...